Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове, 4 часа 28 минут, 01.11.2016 года. В данном ролике будет озвучена информация, которая не вошла в ролик-интервью для канала Enigma. Я увидел положительный комментарий, что ролик очень хорошего качества. Ну да, потому что делал его не я. Причем произошел интересный курьез, когда Алексей записывал интервью и потом прослушал звуковую дорожку, выяснилось, что мой голос полностью весь исчез из его записи. Остался только его. И так как многие знают, что я параллельно дубелировал нашу беседу диктофоном, благодаря этому появился ролик-интервью для канала Enigma. Еще хотел бы обратить ваше внимание, в ВКонтакте есть чудесная группа, называется Родник Лада, куклы-обереги. Я обращаю внимание на данную группу исключительно по собственной инициативе. Ссылку оставлю в описании, пробую, если не забуду и в сам ролик. Вмонтирую ссылку и название этой замечательной странички. Как со мной поделились замечательные люди, создатели этой странички, что есть куколка, которая называется Пробуждение Ярилы. Парадокс Ярилы заключается в том, что кукла держит сразу три солнца. Вот такая интересная находка была сделана, которая сохранилась в наших древних знаниях в виде кукол. Наши предки через кукол передавали истинные наши знания. Матрёшки, Юла и так далее. А с вами был Вячеслав Котляров. У меня всё хорошо. Всего доброго и приятного прослушивания. А какой-то будет канал на ютубе? Да, ну он как бы еще небольшой, канал Enigma. Ага. Вот, я потом как бы, если вы хотите, ссылку дам. И ещё я, наверное, на ваш канал, соответственно, дам ссылку потом. Да, спасибо. Да, можно на ты для удобства, чтобы... Да, полгода намного проще. Да, 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 я всегда стараюсь перейти. Возможно, если так... Ну, это гуглю, я... Ой, в смысле, Ютубе, Enigma. Я постоянно как бы... Ага. Молчит. Значит. Выдала только песни, а самой, к сожалению, самого канала Ютуб не выдал мне. Поэтому... А, вот, Enigma, тема, да? Или нет? А, нет, это музыкально. Сейчас, если загрузится, когда я сниму, то я не остановлюсь. Я всегда стараюсь оригинально давать название. На чём остановились? А я сейчас включу, я тут звуковую дорожку писал. Так, сейчас. О, как раз я сейчас на фамилию лектора посмотрю, чтобы... Я начал про лектора, значит, книга... А, Тугутов, который называется ещё Лакшми, наверное, да? Да, да, да. Тугутов его фамилия, да? Ну, вот. Вот он подробно рассказывает... Ну, как рассказывает? То, что ему посчастливилось выучить это, то, естественно, он и делится соображениями. Если это сейчас идёт в запись, я всегда подчёркиваю, что мои знания не берутся... Из земных библиотек. Не берутся из интернета мои знания. Причём, всегда настаиваю, пожалуйста, проверьте, попробуйте, как говорится, уважаемые слушатели и зрители, найти то, что я озвучиваю в земных библиотеках. А самое главное, что мне постоянно говорят, что я не первый, найдите, кто был первый. Невозможно найти. Я просто знаю, что этого человека за последние 200 лет нету, который бы это всё рассказывал. Максимально истинное положение вещей, конечно, полностью строение Вселенной нам, муравьям, не обязательно знать. Ну, то, что, пересеча антарктический круг, мы окажемся в абсолютно новых землях, это должен знать каждый, как говорится, школьник, каждый ребёнок. Это истина, которая, как мне кто-то пошутил, понравилось в комментарии, что опровергать знания Котлярова, это равносильно, что опровергать истину. Кстати, довольно-таки забавный ролик. Это сейчас запись идёт или это? Сейчас да. А, замечательно, да. А, великолепно. Сейчас выкладываю ролик, где он появится, скорее всего, только в Одноклассниках и ВКонтакте, так как правила Ютуба очень суровы. И ролик будет называться «Телевидение», ну, я сокращённо «ТВ» написал. «ТВ подмазывается к догме Котлярова». То есть, в этом небольшом пятиминутном ролике они уже освещают на телевидении очень аккуратно то, что я рассказываю на своих каналах. То есть, они уже затрагивают сотовую модель, рассказывают. Понятно, что они там всё неправильно говорят, но то, что они это объясняют зрителям, своим и слушателям, что погодные эффекты происходят за счёт того, что эта сотовая структура уже легче. То есть, в данном ролике будет нам, зрителям сказано, что учёные только недавно выяснили, что есть ветра, которые имеют сотовую форму. Во как! И вот эти ветра необычные, они прилетают в Бермудский треугольник. И поэтому в Бермудском треугольнике гибнут корабли и самолёты. А те, кто не смотрел ролик «Тайна Бермудского треугольника раскрыта», посмотрите. Я там, если в двух словах сообщаю, что это гибель самолётов и кораблей в 98% случаев это человеческих рук дело. Собственно, как и все землетрясения, это человеческих рук дело. Цунами, торнадо, тайфуны, это тоже в 98% человеческих рук дело. То есть, общие принятые и признанные наши стихийные бедствия в 98% это человеческих рук дело. Возьмём, к примеру, лесные пожары. Ни для кого не секрет уже, или для многих не секрет, что в Сибири пожары создаются не сами по себе. То есть, по тайге бродят люди с канистрами пластмассовыми, в которых находится бензин. И разливают этот бензин, делают, так сказать, поджоги. Таких людей немало. Работают эти люди каждый сезон. Их с каждым годом становится всё больше и больше. Поэтому, кто не знает, я с полной ответственностью заявляю. 98% лесных пожаров в мире происходит потому, что это сделал человек с канистрой. Ну вот. Ты что, какой-то вопрос? Час, час. Да я не спешу. Можно и час, и два. Раз такая тема. Как удобно по имени обратиться? Ну, Алексей. Алексей. Дело в том, что бывают звонки разного характера. Я же не предполагал, что звонок будет серьёзный. Потому что бывают звонки, это такого плана, там, здравствуйте, а скажите мне, как отколопнуть радугу, как я шучу, да, или из чего сделано солнце. То есть, да, да, есть, звонят это люди. И получается, я трачу время на... Ну да. Непонятно на что. Так, ну что ещё можно так отключить? Вот, например, земля, она, получается, состоящая из ячеек, но на, как сказать, по большей степени она состоит из большого количества воды. Я так понимаю. Так, значит, по умолчанию, несколько миллионов лет назад наша сота была полностью земляная поверхность, полностью. На ней не было ни морей, ни океанов. На определённом этапе в нашу соту соседних ячеек, ради полезных ископаемых, прилетела высокоразвитая цивилизация, условно даю им название Кавачи, Которая по сей день трудится. То, что мы видим, появились моря и океаны, это всё их титанический труд. Ну, буквально, мы переносно вам слышали. Это титаны, это киборги, это терминаторы своего рода. То есть, они не знают ни сна, ни отдыха. Они как круглосуточно вырабатывают нашу землю. Забегая вперёд, вся поверхность нашей соты, если мы не остановим их Кавачи, но мы основных захватчиков не можем пока остановить, а Кавачи это будет вообще проблематично останавливать. Вся наша земля превратится в водную гладь. И, как я всегда подчёркиваю, фильм «Водный мир» Кевином Кёстнером не будет казаться таким фантастическим. Вся фантастика не фантастика. Дело в том, что есть ячейки, где Кавачи поставили жирную точку в её выработке, и появилась водная поверхность там полностью. Благодаря тому, что они так интенсивно трудились, вот представьте, полный пласт земли, и они, естественно, начинают... На этой земле один контур обозначили, второй, третий, четвёртый. После обозначения этих контуром, перед нашим рядовым взором обозначаются материки. Таких материков в истории было очень большое количество. Многие материки дошли до нас. Это Даария, Пацифида, Ну, Даарию ещё, по-моему, Гипервария называют, Континент Мо, Лемурия, Легендарная Антлантида, это не вымысел. Все эти континенты пошли на дно. Следующий континент, который пойдёт на дно в ближайшие годы, ну, может, 200-300 лет, а может, и раньше. Это Америка. На данный момент, если мы посмотрим на Америку в разрезе, то это перевёрнутая пирамида. Даже мы, люди, если долбанём по этому перешейку, всем ядерным арсеналам, которые у нас есть, он переломится, и континент пойдёт на дно. Но нам долбить не нужно. Ковачи работают и днём, и ночью. Полезные ископаемые, они вывозят соседние соты. Раньше они немножко поступали по-другому. Поэтому отходы, как мы знаем, есть сайт Асгард, и автор этого сайта сообщил нам, что вот эти гигантские пеньки, это остатки гигантских деревьев. Ну, во-первых, высота купола не позволит такому гигантскому дереву расти, это раз. Вот. А во-вторых, я уже в том ролике сказал в своём, что тайна кремниевых лесов раскрыта, что это из гигантской, скажем так, условно назовём мясорубки, бетонной, выливался бетон-фарш, который заставал в воздухе в виде сот. То есть они в начале отхода просто скидывали у нас, как кучки. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Сейчас отходы они аккуратно сбрасывают, в основном они сбрасывают в пустынях. Собственно, за счёт этого и пустыни и появились на самом деле. То есть нам учёная, даже современная наука, говорит, пустыня Сахара каждый год увеличивается на километр. Мы теперь с вами, уважаемые слушатели и зрители, знаем, она увеличивается на километр только потому, что изна океана подымают землю. И у них технологии настолько уникальны, что они эту землю умудряются высушить до состояния песка и высыпать, так сказать, в пустынях. Вот, поэтому всё, что мы видим, это всё полностью... И материки даже, помните, как я в самом первом своём ролике пошутил 25 апреля этого года, что я не знаю, честно, кто выкопал Чёрное море, но то, что его выкопали, это однозначно. Яркий пример – Аральское море, которое также было выкопано, которое погибло, высохло, потому что оно было искусственное. Всё искусственное. Вот, я пока всё жду вопрос. Вообще, мне всегда казалось, например, ещё искусство географии в детстве, что мировые океаны занимают гораздо меньше площадь, чем я вот сейчас смотрю. То ощущение, что раза в два, как будто они на самом деле больше. Получается, что занимает, условно скажем, третью часть, даже может четвёртую или пятую, а я думал, что где-то соотношением, если не один к одному, то, по крайней мере, один к полтора. То есть, может так быть, что за какое-то время, получается, вот это соотношение увеличилось, то есть, как будто суши стало меньше, а океана больше. Это можно как-то, ну, так сказать, в короткий промежуток времени увидеть вот эти изменения. То есть, там, за 10 лет, за 20, за 30. То есть... изменение ландшафта, то есть, увеличение количества воды на земле и, соответственно, уменьшение суши. Да. Всё зависит от тех, кто, как я говорю, день и ночь трудится. То есть, если им придёт подкрепление, они будут ещё более серьёзнее трудиться. Допустим, есть же вообще ещё другие вещи, которые вот появился ни с того ни с сего, там, в районе Чёрного моря. Это огромный кусок земли за ночь. И вода отошла на несколько километров. Это где-то 5 лет назад, по-моему, это сообщение появилось. Показали видеосъёмку. Вот смотрите, как было. Здесь ещё вчера был берег, а теперь берег отошёл. Причём он отошёл не потому, что море опустилось, а потому, что огромный пласт земли появился ниоткуда за ночь. Ну, я детально не копал происхождение этого пласта, но главное, что это имеет место. Поэтому, естественно, можно увидеть это, теории. Но на практике маловероятно, что, скажем так, в течение века человек может, скажем, зафиксировать это изменение. Ну, нет, в течение века возможно. Нашим потомкам, конечно, будет очередной потоп, когда очередной континент, в данном случае Америка, пойдёт на дно. Естественно, вода подымется и пойдёт по всей Африке, по всей Азии. Правильно говорить, Асия. Вот, по-моему, на англоязычных картах до сих пор на некоторых сохранено истинное название не Азия, а Асия. Вот, также вся Австралия может оказаться под водой. Все, уважаемые слушатели и зрители, обратите внимание, что Австралия идеальная поверхность, как лист бумаги. То есть, такое ощущение, что гигантский ковш просто прошёл по всему материку и идеально снял поверхность. А если Австралию изучать, то там можно найти уникальные дороги, которые длятся на многие сотни тысяч километров. И в ширину они не маленькие. Собственно, эти дороги можно находить не только в Австралии, но и в Сибири, по всему миру. Происхождение этих дорог старается скрывать, вернее, не происхождение, а вообще существование этих дорог. Надо стараться скрывать, в частности, в Сибири. Но есть замечательные ролики, если не ошибаюсь, на канале Валерия Иванова, там есть два ролика, где он подробно показывает, рассказывает эти гигантские дороги, которые... Ширина дороги, допустим, 100 метров. Вот какая техника ездила еще сравнительно недавно. Сегодня, допустим, я построил ролик уважаемый Юрий Тимовский ТМ-студия, снял разоблачительный момент про одного исследователя. Но я сейчас как бы не буду... Все поняли, про кого он сказал, но он не озвучил. Значит, Юрий, в принципе, во многом прав. То, что он показал в ролике, так и есть. Единственное, что Юра заблуждается в том, что на самом деле было 200 лет назад ужасная катастрофа, о которой, скажем так, осталось немало артефактов. Ну да, я помню, я смотрел такой ролик. Вот, ну сегодня я посмотрел, то есть он выложил очень много хорошего информации. Если он самостоятельно ее накопал, это очень хорошо. Если многие блогеры пользуются помощью своих подписчиков, то есть подписчики многим блогерам присылают информацию и блогеры просто ее зачитывают. Ну, ничего страшного. И в том и в том случае неважно. Юрий сам накопал эти ответы насчет трамваев и насчет освещения тех лет. Или ему подкинули эту информацию. Да, очень, очень все близко к правде, за исключением того, что Юрий все-таки настаивает, что ход цивилизации у нас был так, как в учебниках истории нам рассказали. То есть вначале каменный век, потом железный век, там, копья стрелы, алебарды, потом какие-то мушкеты и так далее. Нет, на самом деле 200 лет назад, а точнее с 1780 года, после серьезной катастрофы, неважно, какая она была, была, мы были откинуты вот сейчас до феодального строя. то есть еще 230 лет назад или сколько там, 250, технологии были в десятки раз превышали тех, в которых мы сейчас живем. То есть сейчас мы по сравнению с ними в каменном веке. Тогда была техника, которая не использовала ни бензин, ни керосин, ни солярку, там, ничего там, ни ток, ни газ. Вот, пока все. К слову, если вспоминать культ географии, я помню, что, например, если взять, получается, Австралия, например, она, если ее, как бы, по глобусу приподнять, она идеально входит в то место, где, по-моему, Индийский океан, в то место, а Северно-Южная Америка, если ее подвинуть к Евразии, то получится, как бы, единый континент, который был раньше. То есть считается, что раньше был единственный континент, и он, как бы, разделился. Ну да, но это, вот эти контуры, они появились исключительно благодаря технике, которую я обозначил 20 минутами ранее, то есть это все-таки техника вырабатывала вот эти контуры. Значит, она была очень гигантская, что смогла, скажем так, за один подход обозначить контуры, которые на двух континентах между собой совпадаются. Ведь ученые нам как навязали термины. Значит, континент по современной науке, это есть континент Америка, есть, да, континент допустим, Азия, да, а есть материки, то есть материки это уже есть Америка континент, но Америка континент, насколько я помню, современной науки делится на два материка, то есть Северная Америка и Южная Америка это два материка, насколько я понимаю. Ну и Австралия тоже считается материком. но если я вдруг современную науку забыл немножко терминологии я думаю меня поправит я себя слышу почему-то как такой эффект эхо получается да к сожалению иногда все проходит реально так как я никогда не пользуюсь наушниками в основном все проходит великолепно сейчас я звук постарался сделать на колонках тише это из-за того получается что микрофон иногда слышит колонки поэтому но потому что я колонки немножко сделал тише чтобы это и микрофон к себе ближе подвинул а тогда кстати в первый раз когда был созвон самое интересное что мой микрофон стоял чуть ли не вплотную колонки сантиметров 30 от колонки как бы я вот это общался сейчас получается я микрофон завел за монитор колонки за монитором находится все-таки чувствительность микрофона реагирует я даже когда-то прочитал точнее прослушал аудио рассказ он короткий сейчас забыл как он называется значит по сюжету этого художественного рассказа нам пытаются донести как появились леса некоторые леса в европе значит там свое время приехал один журналист и увидел мужчину которым занимался тем что самостоятельно брал желуди дуба и потихонечку их выращивал и там по сюжету этой книги когда уже журналист этот приехал к этому человеку по моему через 40 лет он уже настолько далеко про продвинулся на территории этой европе то есть он посадил по сюжету этой книги более не ошибаюсь 30 тысяч дубов за это время но это нам этот рассказ дают понять чтобы мы хоть как-то не волновались на самом деле это все происходило засадка вот этих всех деревьев которые есть на территории современной правильно говорить не евразия правильно говорить асия то есть на современной асии на вот этом большом назовем условно материке свое время более высокотехнологичными цивилизациями начата засадка деревьев которые мы уже люди потом подхватили и я вот в своих роликах хотел разобрать один момент наверно он пойдет в эту запись интересный факт про динозавров которые хотел озвучить руку сторона откуда мы пришли была покрыта деревьями 6 7 метров высотой я помнил как этот край выглядел в 1913 году это была пустыня мирный регулярный труд животворящий воздух гор умеренность в пище и безмятежность души наделили этого старика недюжинным здоровьем это был атлет от бога интересно думал я сколько еще гектаров он засеет деревьями здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами вячеслав котляров в харькове 4 часа 28 минут 01 11 2016 года в данном ролике будет озвучена информация которая не вошла в ролик интервью для канала enigma я увидел положительный комментарий что ролик очень хорошего качества ну да потому что делал его не я причем произошел интересный курьез когда алексей записывал интервью и потом прослушал звуковую дорожку выяснилось что мой голос полностью весь исчез из его записи остался только его и так как многие знают что я параллельно дубелировал нашу беседу диктофоном благодаря этому появился ролик интервью для канала enigma еще хотел бы обратить ваше внимание в контакте есть чудесная группа называется родник лада куклы обереги я обращаю внимание на данную группу исключительно по собственной инициативе ссылку оставлю в описании пробую если не забуду и в сам ролик в монтирую ссылку и название этой замечательной страничке как со мной поделились замечательные люди создатели этой страничке что есть куколка которая называется пробуждение ярилы парадокс ярилы заключается этой куколки в том то кукла держит сразу три солнца вот такая интересная находка была сделана которая сохранилась наших древних знаниях виде кукол наши предки через куклу передавали истинные наши знания матрешки и ла и так далее а с вами был вячеслав котляров у меня все хорошо всего доброго и приятного прослушивания и я вот в своих роликах хотел разобрать один момент наверно он пойдет в эту запись интересный факт про динозавров которые хотел озвучить делом что сравнительно недавно по 200-300 лет назад большая популяция динозавров разных разных видов еще спокойно бродила у нас по планете но цивилизация которая захватила нашу ячейку она сделала все чтобы ликвидировать этих животных гигантских то есть огромные гигантские машины подлетали к динозаврам вот идет допустим стадо динозавров огромный такой представьте пресс металлический куб правая надвигается слева надвигается они брали это стадо трамбовали их квадраты и отвозили захоранивали чтобы проверить достоверность это не является моим воображением плодом фантазии берем детально самостоятельно изучаем пустыню если не ошибаюсь гобби там самое большое кладбище динозавров для ученых до сих пор остается загадкой каким образом у всех животных поломаны кости вот я вячеслав котляров с полной ответственность сообщаю кости гигантских животных были поломаны вот этими гигантскими прессами то есть любой исследователь может самостоятельно проверить что существует информация что животные буквально были в кубике прессованы и захоронены вот такой примечательный факт хотя по динозаврам можно еще больше больше говорить да я хотел спросить значит получается между между сот нет пустоты ну природа да не терпит пустоты до я бы сказал бы больше лед наверно ну пускай одну вода лед да вот этих вот эти как раз-то барьеры и служат то есть они могут заполнять вот эти пустоты вот эти ледяные барьеры то есть для них как раз-то идеально знаете какую-то форму залить допустим вот как раз они за запуск этот лед заполняет пустоты ну я вам скажу не везде присутствует люд это просто наша модель сот позволяет допустим подход ледяных преград где-то в отдаленных местах нашей планеты отсутствует лед то есть там могут быть вернее не могут они есть там есть огромные горы допустим которые выступают если у нас ледяной барьер то там каменный ну да каменный горный барьер из камня других местах может быть другой материал то есть это как бы в нашей соте лед а там все пусто пустота ну и сам идеально посмотреть я же говорю как выглядит наша земля со стороны это взять улей дикий пчел а идеальный взять если взять улей шершней то уль именно улей шершней максимально приближен к модели и посмотреть как у пчел обстоит дело с пустотами совершенно верно совершенно верно и получается между вот этими вот кольцами получается там как бы тоже нет пустоты там получается лед или вода ну под наши соты под каждой сотой для разморозки светлыми иерархами помещены три живые сущности которые постоянно подогревают нашу соту и о том что по умолчанию наша ячейка законсервирована до того как она стала вся выглядеть и земли здесь она была полностью вся изо льда тех кто пасечники занимаются своим делом мы пасечники то точно так же как и пчеловоды возятся со своим пчелиным улем то есть есть очень но у нас принято их богами называть но я бы их да можно их называть бог богами но я предпочитает термин иерархии то есть это более правильный термин к ним вот и вот эти иерархии они следят за нашим не важно это аквариум как улей вот они подгоняют вот этих гигантских назовем их условно китов в разных мифологиях по-разному других слоны ну кому ухо режет дело том что я скажу что совсем недавно была и морская корова и сейчас даже сохранен морской слон животное даже наше время есть животное которое называется морской слон просто к скептике который меня подкалывают так все-таки слоны слова или киты и горюто это потому что и сейчас есть морской слон вот и черепаха она служит обязательным реквизитом в древней скандинавской мифологии черепаха заменена огромной гигантской змеей которая полностью опоясают нашу соту но опять же ну грубо говоря что черепаха рептилия что змея и рептилия я в том что это для нашего мозга чтобы было понятно понятно что то гигантское существо она выглядит совсем иначе визуально но функцию выполняет что черепаха что змея если это одно и то же животное только в разных мифологиях по-разному названо если мы обратимся к англоязычному человеку то он не скажет черепаха если я английский плохо знаю он скажет не черепаха он скажет тортила для него это уже другое как бы слово ну животное то же самое визуально но слово то другое вот поэтому конечно эти существа существуют вселенная настолько огромно да например вот черепаха я вот скинул картинку что мне напоминает черепаха вот был кстати вся вторая часть вышла недавно где независимость смотрел такой мне не сейчас первый смотрел с удовольствием на там был такой корабль большой как как бы называть материнская как база что ли пришел и вот она напоминает чем-то условно говоря форму черепахи то есть можно предположить что это не живые существа а просто форма каких-то больших кораблей не они они не в данном случае это нет это не корабли есть четко корабли однозначно которые естественно созданы по образу и подобию вот этих живых существ эти живые существа они не имеют ни рта не всего остального для поглощения пищи так как они очень огромные находятся таком назовем условно анабиозном сне они питаются за счет того они как он возьмем к примеру губка впитывают воду вот они эти животные они точно так же как губка впитают пищу которая находится в нижнем мировом океане настоящем и потом же из этих же шпор эту пищу скажем так выбрасывают естественно под этим мировым океаном еще находится земли и там идут купола и ячейки и вниз еще опять земли и то же самое вверх ну а планеты на самом деле такие как марс юпитер венера это как раз то является это космические корабли высоко развитых цивилизаций но так как мы живем слишком мало они у нас в верхнем океане висят слишком долго они могут и миллион там лет висеть поэтому и у них там свои естественно борту города стран и так далее то есть это не зависли между двух мирами я всегда предлагаю почитать людям книгу человеком астронавты космонавты в лохмотьях или астронавты в лохмотьях а там хорошо описывает автора как его считает писатель фантаст как они путешествовали между двумя мирами там стилизация конечно понятно что он не не говорит то что я говорю но я перевожу некоторые рукописи писателей фантастов на наш так сказать современный язык ну хорошо вот допустим планетарная система состоящая из сот я уже говорил можно сравнить с луковицей а как это между собой эта структура соединена то есть имеется в виду какой-то каркас как эта вся система держит и что находится в середине планетарных значит детально этот вопрос не изучал предпочитая не фантазировать то есть когда на этот вопрос появится если появится информация озвучу с точки зрения логики прочее обратиться к любому современному те люди которые детально знают как пчелиный улей создается вот приблизительно то же самое что у них внутри то же самое и у нас внутри принцип создания нашей земли практически один к одному точно так же как создают челы в природе шершни там и так далее вот как ну опять же большое мало мало большим даже на нашем опыте мы можем есть немало роликов где показано что вся наша атмосфера она состоит из сотового из решетки эфира который виде сот поэтому пчелы они просто обволакают воском уже готовую решетку структуру это до наносят налепливают поэтому это до бесконечности можно вверх и вниз то есть и те кого мы приняли у нас принято называть богами это назовем переведем на наш современный язык это пчелы а мы являемся продукт этим этих пчел мед или пыльца то есть для нас эти пчелы это боги а надо над этими пчелами богами еще более светлые иерархи стоят пасечники которые как говорится могут и и пользу этим пчелам приносить и и вред и вот нашу соту где были мы потомки великой расы мы по умолчанию рабочая пчела мы все время созидатели но нашу соту проникли шершни там трудни которые не привыкли трудом добывать скажем так себе пропитание да вот они им легче у нас это отнять и более того они еще нас начали использовать как пищу ну много групп захватчиков и сейчас бы не хотел бы на на углубляться там четыре вида присутствуют и на ячеечных враждебных цивилизаций на чтобы успокоить есть две светлые то есть одна курирую не курирует а располагается на луне это космический корабль закамуфлированы под планету а другая находится у нас на земле очень много баз по всей земной нашей поверхности то есть они как бы не под землей а я подчеркиваю как бы в недрах земли можно сказать вот например момент стрелка компаса которая указывает соответственно из-за магнитных полей если брать плоскую землю получается здесь немного не с растухом и все не с растуха я вообще хотел отдельный ролик писать про то как это более вот допустим человек это компьютер и от компьютера естественно создает вещи которые на порядок его относительно слабее то есть все правильно диагноз поставить человеку ни одна машина не поставит правильно диагноз правильный диагноз только может поставить человек человеку более совершенно поэтому насчет козу компаса для меня еще четкого ответа нету и он не принципиально это я всегда говорил так к технологам я думаю может нашлись люди которые приняли и поняли что сотовая модель существует и согласно и своего технического образования возможно они дадут точное так сказать объяснение за счет чего движется стрелка коз компаса что заставляет ее крутится интересно например общество плоской земли так называемого существует уже я не знаю сколько не помню в каком году он был создан давно может сто лет больше не помню за это время никому не пришло в голову поднять телескоп на не надо любом транспортном средстве там раньше может воздушный шар сейчас и направить этот телескоп за горизонт и убедиться если получается земля круглая она должна скульпляться через некоторое время но это будет надо что помнить что мы находимся в оккупации наши оккупанты тщательно скрывают подобные вопросы причем все самолеты которые летают не дай божи если самолет отклониться от курса и полетит к антарктическому парьеру на самолете сразу сработает детонация и самолет взорвется то же самое с кораблями то есть все самолеты корабли они оборудованы тем чтобы кто следит за их перемещением ни в коем случае это транспортное средство не направилась с кораблями попроще корабль то упрется в ледяную стену и он подумает что это континент а самолет то дело в том что он может пролететь сверху барьера причем на физическом уровне я назову в кавычках нашим понятие было тоннель то есть так вот просто самолет может и в купол на самом деле врезаться есть просто специальный в этом куполе назовем отверстие через которые можно на самолетах проникать соседние соты точно так же на кораблях есть в ледяном барьере проходы как и в глубине океана так и на поверхности в которую этими проходами в свое время воспользовался санников который с экспедиции отправился открывать новые земли и они прошли по тоннелю в соседнюю ячейку и достигли края соседней ячейки там познакомились с местными жителями вот и так далее точно так же как и третий рейх направил подводные лодки в соседнюю соту и проплыл по фарватеру в соседнюю ячейку и точно так же на самом краю ячейки организовал колонию кстати в свое время приблизительно лет 200 назад и соседние ячейки точно так же к нам прибыли на остров шри-ланка тоже захватчики то есть они начали на нем высадится если мы посмотрим на карту мира если смотреть на плоском плоском варианте то для них ну скажем так относительно идеально как раз вот только пересекли они они ледяной барьер и и мы идеально конечно было на островной части поселиться эти существа назывались если не ошибаюсь андоргены вот я неправильно произношу вот это люди которые в одном лице и мужчина и женщина прибыли соседней ячейки и начали здесь активно размножаться их труды их него размножения мы можем обратить внимание по людям которые у нас современной науке принято называть гемафродиты так вот как раз эти гемафродиты это является продуктом вот этих скажем этой расы двухполых людей пока так такая тема как бы глобальная фух вот это кстати хорошо вот это алексей ждает сказал мне да я понимаю поддерживаю чтобы мысли стабилизировались вот чем стараюсь всегда подчеркнуть вот мне тоже много положительно там говорили если внимательно изучить мои труды мне пытаются люди подловить где же я допущу ошибку да я человек я могу оговориться у меня может язык подскользнуться там у меня может быть это скажем так особенно если это прямой эфир идет от волнения там или нет волнения от эмоции я могу как бы где-то что-то оговориться но в целом если брать мою как бы возможность получения знаний они за полгода не поменялись а наоборот еще обросли более интересными подробностями и деталями то есть я не противоречу сам себе у меня нету это как бы отклонение может мелочах там я могу ошибиться там примеру из чего из какого материала сделано солнце это да потому что я стараюсь всегда отвечать на те вопросы на которые знаю ответ а если я на вопрос не на ответ я честно говорю к сожалению пока мне эта информация неизвестно если появится возможность о ней узнать подробно обязательно отвечу вот это будет видео может быть в будущем если будут какие-то вопросы да да я я на связи да как я всегда подсказываю если я не отвечаю если люди обижаются там вы меня игнорики если я не отвечаю это либо я не за компьютером у меня просто компьютер 9 лет не выключается у меня skype в принципе постоянно включен но это не знаю я могу уехать там город по делам у меня как skype будет включен человек пишет и обижается же мы не отвечают то есть и как и в данном случае то есть меня самый идеальный вариант это постоянно спрашивать я тут ли ну за компьютером вот если у меня появляется силы возможно желание время я с удовольствием всегда еду на контакте до общаюсь всегда открыт всегда энергичен и весел и бодр да все добренько как я говорю побежал дальше ролики делать до свидания всего доброго до созвончика а